Добрый вечер еще раз. Если честно, я сегодня прям особенно рада. Я эту лекцию по витамину Д, я так хотела ее прочитать, может быть, больше, чем даже какие-то другие. Скажу почему. Это не радость, это на самом деле боль души, потому что дефицит витамина Д это страшное дело, которое, говорю я и как врач, что я до, может быть, какого-то последнего времени недопонимала, насколько это серьезно. Но когда я посмотрела мировую литературу, я чуть-чуть успокоилась, этого не понимал никто. То есть уже лет около десяти только стали мировые какие-то там источники говорить о том, насколько витамин Д нам важен, нужен, насколько опасен. И вторая причина, по которой действительно трудно было говорить конструктивно о дефиците витамина Д, это отсутствие натуральных биологически активных комплексов с витамином Д. Потому что, я вот на многих лекциях об этом говорю, сейчас еще раз повторю, все синтетические витамины токсичны, мы это все знаем, это понятно. Но жирорастворимые синтетические витамины токсичны вдвойне. Витамин Д относится к жирорастворимым витаминам. Поэтому даже теоретически, пока не появились БАДы, то есть натуральный витамин Д, мы, если честно, поправить что-то могли очень и очень слабо. И поэтому, даже зная проблему, мы рекомендовали наши неспецифические комплексы, такие как омега-3, кальций, магний, хилат с витамином Д. Но, честно говорю, результат был очень слабый. Почему? Потому что данные комплексы, они необходимы для профилактики дефицита витамина Д. Их мы должны назначать людям, у которых все хорошо, и пусть хорошо у них будет. Но, к сожалению, наша статистика, я сейчас все подробно вам расскажу, говорит об обратном. У нас не то, что не все хорошо, у нас кошмар. И когда уровень кошмар, кальций, магний, хилат, нам этот кошмар не исправит. Вот, при всей любви к нему, вот, не исправит. Омега-3 не исправит. И поэтому я очень давно просила в представительстве везде, пожалуйста, дайте нам наш витамин Д, дайте нам и неспешный витамин Д, потому что без него реально очень плохо. Я настолько радостно говорю о том, что он, я очень надеюсь, что он скоро придет, очень, потому что я его попробовала. Неоднократно. Наш и неспешный. Вот. Тот, который мне привезли, просто люди, которые очень в теме и могут его взять в Америку. Вот. И привезли мне, они сами принимали, я расскажу, какие результаты были. Вот. И одна банка досталась мне. Вот. И я уже многим рассказала этот мой, так сказать, опыт. Вот. Этот опыт ходит в седьмой класс. Вот. У меня ребенок младший. Ну, ребенок был как ребенок. Вот. Год назад он был мне, ну, сколько, какой мальчик должен быть в 12 лет? Ну, такой себе мальчик и был. То есть у нас никого супер-гипер-высоких нету. Вот. Но поскольку все мы, сколько я ни говорю, что дети должны много гулять и мало заниматься, я, как мама, все равно заставляю их много заниматься. Поэтому гуляют они мало. Вот. Витамин Д, когда мы сдали, когда, опять же, у нас появился тот метаболит витамина Д, который мы можем сдать по крови, проверить, и это будет финансово ненапряжно, потому что есть метаболиты, которые стоят по 3 тысячи гривен, по 2 тысячи гривен, мы понимаем, что это нереально и не нужно. Вот. Когда появился в лабораториях Украины такой метаболит, как 25-гидроксивитамин Д, который мы можем сдавать, вот сдала я своему ребенку этот витамин Д, и, конечно, ужаснулась, как любая мама, потому что я поняла, что наша учеба – это хорошо, а здоровье лучше. Вот. Что делать? Учиться все равно надо, но это все мы понимаем. Вот витамин Д, привезенный из Америки, и неспешный, мы стали по одной капсулке принимать. Ну, принимаем и принимаем. Первое, что я увидела, да, лучше стал запоминать, лучше стал учиться, легче стало, больше стало там мотивации к учению, все понятно, все хорошо. А потом он начал расти. Вот он, теперь он метр семьдесят с чем-то, под метр восемьдесят, сорок второй примерно гид, бас, и когда я с ним иду, ну, такое впечатление, что это не сын младший, а парень. Вот такой вот мальчик, и он же говорит, каждое утро он выходил. Я даже честно, вот просто говорю честно, я даже сразу не сообразила, в чем дело, потому что, ну, думаю, что-то он растет, зима вообще, ну, не должны они расти. Вот. Он каждое утро из комнаты выходит, я его обнимаю, ну, раньше я его так обнимала, потом я его так обнимала, теперь я вот так его обнимаю, он говорит, мама, что будет дальше? Я говорю, ну, ничего, будем разбирать потолок. Ну, то есть, это, витамин Д поправился, все. Ну, я просто увидела, насколько здорово пошел скачок роста, хотя тринадцать лет это еще не скачок роста у мальчика. Это только вот-вот сейчас начинается. Почему я вот это так эмоционально говорю? Потому что огромное количество деток сейчас с дефицитом роста. Огромное количество деток сейчас с пониженным санматотрухным гормоном, и среди моих пациентов тоже. Вот. И сейчас начали говорить о том, что, а не сдать ли нам витамин Д, а не проверить ли. А на самом деле только дача витамина Д улучшает любые подобные программы. Это просто крайне важно, потому что, если ребенок получает достаточное количество витамина Д на протяжении всего своего детства, то вот этой проблемы дефицита роста у него не будет. Вот. Поэтому это очень важно. А теперь я вам расскажу все подробненько о нем, об этом витамине. Вы сразу же протестируете себя. К сожалению, у всех у нас дефицит есть. Я теперь на своих приемах уже в течение года, это так вот основательно, в современном порядке, можно сказать, всем, всех прошу сдать витамин Д. 25 гидрокси витамин Д в любой лаборатории, вот, в частное, независимое, пожалуйста. То, что я вижу, меня просто сначала повергало в ужас. Почему? Потому что я думаю, да не, наверное, это какие-то погрешности, не может такого быть? Может. Сможет. Сразу же скажу нормы, чтобы вы просто понимали, я думала их дальше рассказать, но я думаю, что сейчас это будет интереснее. Итак, норма. Вот средние показатели, те, которые чаще всего, потому что иногда бывают разные референтные пределы в разных лабораториях, но большинство лабораторий измеряют уровень витамина Д в нанограммах на миллилитр. Так вот, в норме витамин Д должен быть в пределах 40, хотя мне больше нравится 45, ну, возьмем официальные данные, 40-70 нанограмм на миллилитр. Мне кажется, что все-таки нижняя граница должна быть 45. Недостаточность – это 30 и больше нанограмм на миллилитр. Недостаточность, то есть это не сос, кошмар, караун, недостаточность. Дефицит – это от 10 до 30 нанограмм на миллилитр. Ко мне приходят, если ко мне приходят с двадцатками, это счастье. Это просто счастье. 8, 10, 6 недавно я выловила, 15 – это вообще нормально, плохо, но терпимо. То есть дефицит страшнейший. Если у нас у кого-то 35, то это человек, который собой занимался. Поэтому уровень дефицита вы понимаете. Что бы ни писали, где бы то ни было. Потому что у нас как решают вопрос, есть ли все в дефиците? У нас лечат всех или информируют всех? Нет. У нас снижают референтные пределы. У нас снижают референтные пределы. Поэтому я вам сказала, как оно должно быть. В принципе, лето, сейчас мы все были на свежем воздухе и так далее. То есть у нас уровень витамина D, вот именно того метаболита 25 OH, витамин D, должен быть 45 и выше. От 45 до 70. 70 не видела. Ни у кого. Не было такого. Вот. 45, когда работали, были. А теперь давайте все-таки разберемся, собственно, ну дефициты, дефициты, ладно, а чего? Что же он делает-то в организме? Мало ли у нас дефициты, у нас в советское время сплошные дефициты были. Вот. Но этот дефицит, это действительно дефицит фундамента здоровья. Вот так это можно назвать. То есть есть вещи, знаете, как в философии. Есть базис, есть надстройка, да? Вот. Если с надстройкой что-то случится, но базис стабильный, ну как бы надстроим, и все будет хорошо. Но если у нас нечто случилось с базисом, с фундаментом, вот. Дом на песке как ни строй, да, любой ветер, и его не будет. Вот. То же самое это уровень витамина D. Я просто когда это поняла, как врач, мне стало просто моторошно. От того, что об этом не говорят, вот, на этом не акцентируют внимание, но зато огромное количество, сейчас мы разберем, в каких отраслей фарм, индустрии и вообще классической медицины, получают на этом шикарнейшие, просто шикарнейшие дивиденды. Ну и тогда, в общем, где-то мне стало понятно, что действительно, зачем витамин D недорогой в любом варианте. Он недорогой препарат. И даже если человек будет его принимать достаточно долго, ну, столько, сколько надо, я об этом расскажу, это будет особо невыгодно. А вот если он его принимать не будет, ох, как выгодно получается, просто супер. И поэтому, как говорится, спасение утопающих делаем самих утопающих. Мы хотим быть здоровыми, значит, мы должны понимать, что для этого делать. Итак, что же делает витамин D? Вначале мы разберем его действия, потом разберем, кто же у нас в группе риска, кто у нас, вероятнее всего, получает дефицит этого витамина D. И дальше пойдем по симптоматике. И тут вот будет, я думаю, самое интересное. Вот, итак, вот как, вот если спросить у людей, которые, ну, что-то читали, чего-то не читали, витамин D, он вообще зачем? Ну, один из жировых, 5 жиров, да, один из 10 витаминов. Ну, и что, и зачем? Вот, да. Вот зачем? Крепкий гинеральный обмен. Гинеральный обмен. Вот об этом как-то знают. Да, это так. Но это только... А? А что гинекология? Ну, не хватает витамина D, и что будет? Профилактика рахита. Вот уже, это убийство не съесть. Чтобы рахита не было, да, деткам? Правильно. А, ну и что, что рахита, что такое рахит? Кости. То есть костно-суставная система. Ну, вот в основном вот то, что уже начинают знать о гинекологии, это великое дело. Это очень хорошо. Но в основном знают, как витамины, которые влияют на минеральный обмен. Да, все правильно. Первая система, которую поддерживает витамин D, это костная, суставная и мышечная система. То есть кости, суставы и мышцы будут в порядке при достаточном количестве витамина D. Пока я просто конспективна, а потом все по-другому. Вторая система, сердечно-сосудистая система. Одна из групп болезней цивилизации, это что? Сердечно-сосудистые заболевания и гипертония как основа. Мы об этом поговорим. Витамин D тут есть фундамент. Следующая, иммунная система. На что мы сейчас жалуемся всех? Иммунитет у нас падает, снижается. Почему? Экология такая. Из-за этой экологии мы, в частности, не усваиваем этот самый витамин D. И репродуктивная система. Да, репродуктивная. То есть не только гинекология. Вся репродуктивная система у мужчин и у женщин. А теперь думаем, а что у нас, собственно, еще остается? Ничего не остается. То есть весь организм, вот он зависит от достаточного количества этого витамина. Итак, укрепляется иммунная система. Сказала. Второе. Улучшается развитие, обновление и рост клеток. То есть регенеративные процессы, процессы восстановления на фоне витамина D проходят намного быстрее. Если по-простому ранка не заживает, послеоперационные раны не заживают, какие-то синяки, царапины и так далее, постоянно они гноятся, сочатся, постоянно нету состояния здоровья, при этом сахар в норме, такое бывает, да? Все знают, что если вдруг ранка гноится, не заживает, надо бы посмотреть уровень глюкозы в крови. Посмотрели в норме. Вторая причина. Это хронический дефицит витамина D. И можно все, что угодно делать. Пока мы его не восстановим, регенерация будет нарушена. Нормализует функцию кишечника, всасывающую функцию кишечника. Часто у нас жалуются пациенты, клиенты и так далее, что пью я эти БАДы, пью, а того, который я хочу, его нету. Работаю на унитаз, да? Не работают БАДы. Почему? БАДы плохие, БАДы шикарные, все хорошо. Но если у нас не хватает витамина D, то вот все процессы всасывания кишечники, они будут проходить там на 30-50%, но и больше. Вот, но не больше. Не говоря уже обо всех там паразитах и так далее, об этом мы сейчас не говорим. Дефицит витамина D ухудшает прогнозы при онкозаболеваниях. То есть витамин D онкопротектор, он защищает от онкозаболеваний практически всех. Потому что он контролирует правильный рост деления клеток. Если он в дефиците, то вот эти процессы могут выходить из-под контроля. Витамин D способствует выработке инсулина. Витамин D способствует выработке инсулина. Мы находили очень много тому подтверждений, когда приходят детки с манифестирующим сахарным диабетом на ровном месте. У нас же все хотят посадить на инсулин. Стараемся этого не сделать. И такая дурацкая рекомендация. А знаете-ка витамин D? Многие родители говорят, да при чем здесь вообще это? Давайте что-то сдаем, а там 8. Начинаем давать витамин D, и состояние ребенка улучшается. По всем показателям инсулин растет, и, слава богу, мы на инсулин искусственный не садимся. Следующая регуляция артериального давления и улучшение кровообращения в миокарде. Следующая регулирует функцию костно-сустальной системы, и самое главное, регулирует усвоение кальция, фосфора и магния. Вот это самое главное. Поэтому мы можем принимать, например, наш кальций-магнихилат, остеоплюс, коралловый кальций, бонси, колодные минералы, все что угодно, и не иметь результата. Не потому что что-то с нашими препаратами не так, а потому что тот витамин D, который в кальций-магнихилате, там очень маленькая доза, она в данном случае не дает эффекта. Если мы добавляем витамин D, препараты работают просто на уровне, великолепно. То есть переломы, трещины и так далее в два раза быстрее споставятся, в два раза быстрее мы видим результат. И запомните обязательно, запишите. Витамин D официально уже написано, рассказано, признано. Это прогормон. Это вещество эргостерин циклический. Я просто прочитаю, кому интересно, да, кому неинтересно, послушайте. Эргостерин циклический, ненасыщенный, высокомолекулярный спирт, накапливающийся в печени и жировой ткани. Он производится из холестерина в нашем организме. То есть холестерин это не абсолютное зло. Еще раз повторяю, уже все знают, что это не так. Он может находиться в печени и жировой ткани. Подчеркиваю, если печень нездорова, кумулирует она витамин D? Нет. Если у нас достаточно много жировой ткани, сразу говорю, потом еще это повторю, витамина D нужно больше, чтобы он работал. Он, попадая в организм, с помощью желчных кислот и жирных кислот превращается в предшественник кальцитриола. Он просто боюсь много шло, я то себе много написала ругательных, но я думаю, вам это все не надо. Он превращается в предшественник кальцитриола, а потом в почках вместе с кальцием переводится в кальцитриол, а это и есть активное соединение витамина D. То есть, чтобы вот с этим всем особо не заморачиваться, мы должны понять, витамин D попадает в организм. После этого он должен попасть в печень, после этого он должен попасть в почки вместе с кальцием и превратиться в активный витамин D. И тогда он будет делать то, что ему необходимо. Поэтому, если у нас больная печень, зашлакованная печень, нездоровая там и так далее, он будет это делать кое-как. Если у нас такие же почки, у нас будет то же самое. Поэтому вот эти два момента мы должны обязательно знать. Какой же витамин D мы получаем, должны получать? Мы получаем витамин D двумя способами. И оба способы в нашей жизни, к сожалению, не очень эффективны. Первый способ это ультрафиолет. Мы должны находиться на солнце. Таким образом мы получаем эргокальциферол. Есть такой метаболит витамина D. Он потом точно так же по вот этой метаболической цепочке переходит в кальцитриол. Для того, чтобы получить достаточное количество витамина D, нужно находиться на солнце. То есть в световой день не менее, говорят не менее получаса, а на самом деле не менее часа для того, чтобы был эффект. При этом это должны быть достаточно такие прямые солнечные лучи, которые должны попадать на Землю и на нас под углом 45 градусов и больше. Если это не так, соответственно, мы не получаем достаточное количество того спектра ультрафиолета, который нам необходим. Почему я говорю про угол, где лучше всего солнышко падает на Землю? В каком районе нашего земного шага? На экваторе. Правильно. Поэтому те, кто живет ближе к экватору, получают эргокальциферол чистенький, хороший, вот в достаточном количестве. Те, кто живут в северных широтах или в южных широтах, его таким образом недополучают. Тут же скажу, все мы знаем, смог, всякие там дымовые завесы и так далее. В городе, даже если солнышко, посмотришь, а сверху висит стол. В Киеве у нас еще, в общем, мне кажется, грех жаловаться, когда-то мы давным-давно ездили в Запорожье, я запомнила это на всю жизнь. Подъезжаешь к городу, трубы, 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 дым черный, дым белый, дым синий, дым коричневый, дым еще какой-то, поднимаешь голову к небу, а там дым. То есть какое бы ни было солнышко, вы понимаете, что там витамина Д никакого не будет. Вот. Второй способ получения витамина Д, это получение витамина Д с продуктами животного происхождения. Мы таким образом получаем холикальциферол. Продукты животного происхождения это у нас морская рыба, лосось, скумбрия, сардины, тунец. Дальше можете придумать. Вот. Но это все должно быть выловленным, а не выращенным. И это все не должно быть 10 раз замороженным. Вот тогда там будет витамин Д. То, что у нас в самых наших крутых рыбных магазинах, не будем их рекламировать, Вот. Все равно это не та рыба, которая содержит достаточное, скажем так, достаточное количество витамина Д. Может, что-то там она и содержит. Следующее, где мы можем взять витамин Д? Яйца. Яйцо должно быть от курицы, которая ходит по улице и щиплет трав. Где у нас такие курицы? Ну, если у кого-то есть, это шикарно. Вот. И все стараются, там, у кого, особенно маленькие дети, вот таких курочек держать. Ну, в массе своей мы покупаем яйца от курей, которые живут в курятниках, которые солнце не видят. Получают синтетический витамин Д, да, они его получают. Но кроме яда для печени, кроме гепатотоксичности и для той же курицы, и для нас тоже, там толку нету никакого. Поэтому, понятно, с яйцами вряд ли. Все мы, конечно, я думаю, озаботились тем, чтобы где-то на базаре у каких-то там хозяев купить эти яйца, но опять же, все это на продажу выращивается, и там этого нет. Молочные продукты. Где у нас молочные продукты натуральные? Это раз. Во-вторых, чем дольше и больше мы живем, чем цивилизация становится более цивилизованной, в кавычках, тем больше непереносимости лактозы у людей появляется. Это приводит к чему? Что люди молочные продукты есть перестают, потому что они все равно их есть не смогут, и даже если там есть витамин Д, он усваиваться не будет. То есть молочные продукты мы тоже отметаем. Следующее, это мясо. Где у нас натуральное мясо от коровки, которая бегала по травке, или там овечки, или там, в общем, придумайте себе. Где можно было бы съесть этот стейк, или это там куриное бедрышко, тушеное, печеное, и получить хоть что-то, кроме радости вкусовым рецептором. Все, нету там ничего. И поэтому мы и получаем то, что мы получаем. У нас тяжелейший дефицит витамина Д просто по нашему образу жизни. И плюс, сейчас я еще назову те категории, которые вообще-вообще-вообще не получают его никак. Даже многие диетологи, особенно Северная Европа этим стала заниматься, говорят о том, то есть это исследование, которое уже проведено, задокументировано в журналах и так далее, что нормальный уровень витамина Д есть только у людей, которые живут в южных широтах, или у людей, которые принимают БАДы с витамином Д. Другого варианта нет. Это вот исследование, которое было проведено в Дании. Поэтому рассчитывать на то, что вот когда я говорю, вы видите, у вас очень низкий уровень витамина Д, давайте там я вам буду чего-то на... Да нет, я вот буду на солнышке. Нет, не получится. Вот, но отдельным пунктом хочу рассказать о тех людях, которым особенно надо этим заниматься, и которые особенно подвержены данному риску. Ну, первое. Недостаточная инсоляция, недостаточное нахождение на солнце. А по-простому это дети подземелья, это наши офисные работники. Когда я спрашиваю практически у всех, сколько вы бываете на улице, на работу за рулем, с работы за рулем, или маршруткой, или метро, или что-нибудь, вот, все, на даче раз в неделю в состоянии, вот, так, что совершенно никому не надо, и за эту неделю, за этот день в неделю вы ничего не наберете. Вот, поэтому офисные работники, люди, которые не бывают на свежем воздухе, это очень большой риск. Потому что сейчас мы пойдем по симптомам, и эти люди приходят с этими симптомами к врачу и жалуются, вот, и нужно сразу понимать, откуда ноги идут. Поэтому, в принципе, вот, в наше время, на фоне приема, естественно, витамина D, обязательно находиться на свежем воздухе, не на солнце, на свежем воздухе в световой день 2 часа. Вот так должно быть. Я понимаю, насколько это для многих странно, абсурдно, и как же это придумать, придумывайте. Многим я вообще говорю, девочки, вы зачем ходите в зал тренироваться? Вот скажите мне, пожалуйста, воздуха нет, инфекций куча, вот, солнца нет. Ну, пойдите в парк, походите. Ну, ладно, там, в конце ноября, там, в декабре, в январе, когда совсем плохо, и то. Вот. Но сейчас, почему нет? Просто походите по парку, просто поставьте машину на тюнинг куда-нибудь, и походите пешком. Вот. Это уже будет очень хорошо. Почему? Таких я тоже много знаю. Мы, например, подняли витамин D. После этого девочка ходит, гуляет, правильный образ жизни ведет. Мы через месяц пересдаем витамин D. Он держится, он держится. А если она опять ушла в подземелье, таких тоже достаточно. А что это витамин не работает? Хоп, у нас через месяц он упал. Я говорю, стоп, стоп, стоп. А что вы за этот месяц сделали? Где вы были? В офисе. Я говорю, ну, а как? Он не может поддерживать свой уровень без солнечного света. Поэтому два часа в день гулять, это обязательно. Недостаточное поступление. Ну, это понятно. Про питание мы уже поговорили. Вот. Отдельным пунктом еще раз напомню. Здоровая печень, здоровые почки. Если печень не здорова, витамин D не будет усваиваться так, как надо. Поэтому все, что касается вашей печени. Программ по очистке печени у нас много. Два раза в год обязательно думайте об этом. И если вы начинаете прием витамина D, значит, либо перед этим должна была бы быть печеночная программа, либо хотя бы назначите его вместе с бердом. Только на пользу. То есть это должно быть обязательно. И здоровые почки. Здоровые почки. Если они не здоровые, 25-гидроксивитамин D в кальцитриол не превращается. И получается, что он будет просто перегружать печень и выходить. Поэтому здоровые почки обязательно про нефропротекторы мы поговорим. Снижение, абсорбирование питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. А это наши паразитозы. То есть антипаразитарные программы обязательны. Потому что если мы возьмем, вот сейчас вы послушаете, поймете, что витамин D это крайне важно. Вот, даст Бог, он прямо сейчас вот скоро-скоро придет. И вы все его возьмете и начнете принимать. А у нас паразитом полный дом. Что будет? Аскориды скажут спасибо большое. Они его очень любят. Так же, как глюкозу и кальций. Поэтому почистится, и тогда витамин D действительно будет усваиваться. Беременность и лактация. То есть беременные обязательно должны контролировать уровень витамина D. Еще лет там 4-5 назад я говорила, почему беременным не контролируют уровень гормонов щитовидной железы. Это крайне необходимо. Вот, стали контролировать. Не потому, что я сказала. Но, наверное, все-таки коллективный разум пришел к тому, что это важно. Вот. Теперь тот же крик о помощи в плане витамина D. Потому что если беременная женщина имеет тяжелый дефицит витамина D, как вы думаете, будет рахит у ребенка? Ну, будет. Ну, а как иначе? Плюс ко всему гулять мы с детьми не все понимают, что надо в достаточном количестве. Поэтому обязательно контролировать и обязательно витамин D поддерживать на нормальном уровне. То есть у беременной он должен быть 45 и выше. Потому что должно хватить и ей, и ребенку. То же самое в период лактации. Как ребеночек получает витамин D, если он на грудном скармливании? Только от мамы. Что у мамы есть, все он возьмет. Чего у мамы нет, он не возьмет. Опять же, если мы говорим о том, как ребенок до года должен получить витамин D через пищу. Ну, наверное, не через синтетические витамины, правда? А, наверное, через мамино молочко. Поэтому мама должна этот уровень контролировать. Люди, факт, группа риска, люди с повышенной массой тела. То есть с индексом массы тела больше 34. То есть лишний вес и ожирение. Тут ситуация такая. Если есть лишний вес, витамина D надо больше. То есть 50-55. И если мы доведем уровень витамина D до нормы, человек начнет снижать массу тела при нормальном образе жизни. Все же вы сталкивались с тем, что, например, человек говорит, я все делаю, да? И на школу питания хожу, и спортом занимаюсь, и вроде бы как все делаю как надо, а вес стоит. Вот у нескольких проверяла вот с такими вот жалобами. Проверяла витамин D, а он там ниже плентуса. Даем витамин D, и вдруг, ой, а что случилось? А что у меня объемы уходят? Говорю, не знаю, что-то уходят. То есть все понятно. Сразу же жировой обмен нормализуется. Избыток жира уходит. И уходят тканевые отеки. Я скажу почему тоже. Поэтому люди с повышенной массой тела должны особенно обращать внимание на свой уровень витамина D. Следующая моя боль, с которой я борюсь, не знаю, правильно или нет, это веганство, вегетарианство и тому подобные вещи. Потому что где там витамин D? Мы четко сказали, витамин D попадает или с помощью инсоляции, или с продуктами животного происхождения. Я аж каждое слово говорю не просто так. С продуктами животного происхождения. Если веганы никак это дело не корректируют, вот, если раньше веганы жили там в Индии, ладно, им эргокальциферола хватало, они сели себе там, медитируют, нормально, солнышко есть. У нас же веганы что делают? Они ходят на работу с утра до ночи. Они же дети подземелья, только еще и веганы. И что? И в итоге они приходят, сейчас мы обо всех жалобах поговорим, вот, со всем спектром жалоб. И самая вот для меня больная жалоба – бесплодие. Почему-то вдруг бесплодие. И пока мы, вот, и этот аспект, а вот чем опять же дальше я работаю, тем больше я понимаю, что мы вообще должны вот с этого начинать. Вот это восстановили, а потом пошли дальше. И тогда будет результат. Потому что если мы начинаем с надстройки, менструальный цикл регулирует, потому что он нарушен, естественно. Функцию щитовидной восстанавливает, потому что она нарушена, естественно, в данном случае. Но не трогаем витамин Д, результат будет так себе, 50 на 50. Поэтому я ничего не могу сказать о том, что веганство – это хорошо или плохо. Каждый выбирает себе сам. Но каждый должен понимать, что нас, вот там наверху, те, кто нас создали, да, запрограммировали так, что мы должны витамин Д получать. Если вы его не хотите, не можете и так далее получать с продуктами животного происхождения, значит, употребляйте БАДы, которые будут давать вот этот базовый уровень витамина, чтобы вы были здоровы. То есть вот это крайне важно. То же самое непереносимость лактозы, я уже об этом говорила. То есть люди, которые не употребляют те продукты, в которых хотя бы теоретически данный витамин мог быть. Детский возраст. Отдельная история. Детям обязательно нужен витамин Д. Историю про рост я рассказала. Малюсенькие дети – это рахит. Вот. Дети постарше – это быстрое закрытие зон роста, низкорослость и так далее. Вот. Поэтому здесь мы должны витамин Д контролировать обязательно. И ни в коем случае не допускать тяжелого дефицита. Потому что, ну вот, даже просто интересно. Я когда проверяю семьи, сдайте витамин Д. Вот у детей 15, а у отличников 10. Ну просто. Поэтому проверьте и корректируем это все. Потому что дефицит витамина Д – это не только рост. Это умственная активность вашего ребенка. И поэтому он сначала отличник, а потом уже нет. Именно потому, что он не может на фоне дефицита витамина Д лечиться. Учиться правильно. Следующее. Пожилой возраст. Вот это важно. Люди старше 65 лет хуже усваивают витамин Д через кожу. Потому что рецепторов, которые усваивают витамин Д и превращают его в эрбу кальциферол, у них становится меньше. Но и второй, вторая сторона медали. Люди в возрасте, они часто выходят на улицу? Как правило, меньше. А многие что делают? Они просто засиживаются дома и все. Потому что сейчас по симптомам подробнее поговорим. У нас болят кости, у нас болят мышцы, у нас слабость. Мы не можем. А это все симптомы тяжелого дефицита витамина Д. И мы попадаем в замкнутый клуб. И заканчиваем остеопорозом, переломом шейки бедра. И все. А в основе, в базе лежал просто тяжелый дефицит витамина Д. И вот. Если бы мы это знали и поправили, то просто бы ничего такого не было. Так. Следующий фактор риска – это темная кожа. Я говорю, потому что в нашей полосе живут люди с разным цветом кожи. Так вот, люди с темным цветом кожи, они должны жить там, где экватор. Там они усваивают витамины. Они усваивают его в наших широтах хуже, чем мы. И это врачам многим может быть интересно, потому что люди с темным цветом кожи, они очень часто жалуются на те или иные проблемы с минеральным обменом, костно-суставные и так далее. И связано это именно с вот этим. Ну и потом, с другой стороны, откуда мы знаем, где у нас там кто в десятом колене? Вот. Кто-то с муглокожей, а кто-то белокожей. Белокожей быстрее, как ни странно, набирает витамин Д. Ну, в принципе, почему мне странно, это люди, которые жили в северных широтах и как-то научились его ловить. Те, кто с муглокожей, жили изначально в южных широтах, там, что его ловить, он есть. Вот. Поэтому все, кто с муглокожей, все, у кого есть корни какие-нибудь там южные-южные, наоборот, очень аккуратно относиться к дефициту и пополнять его. Ну, и люди, живущие в северном полушарии, это мы все. Чем ближе к полюсам, тем хуже усваивается витамин Д, потому что угол, под которым солнышко светит, меньше того, который нам нужен. Итак, какие же симптомы мы можем наблюдать при тяжелом дефиците витамина Д? Потому что если мы их неправильно расшифруем и начнем лечить, как симптомы чего-то другого, мы просто перегрузим организм и не получим результат. Итак, первое. Буду говорить не о костно-суставной системе, а все-таки об иммунной. Частые инфекции. Частые инфекции. Потому что витамин Д отвечает за качество и врожденного, и адаптивного, то есть приобретенного иммунитета. Часто бывает такое. Вот у нас среди когордейных спишников приходит кто-то из пациенток и говорит, вы знаете, я пью все, весь справочник. Все наши там иммуномодуляторы антипаразитарные, противовирусные, все пьют, но я болею. Что такое? Что листолива у нас не работает, полударка не работает, каприлка не работает, перец, чеснок, петрушка, по 10 капсул пьет, желудок уже болит, а болеет. Почему? Все работает. Но мы таким людям, я просто сразу говорю, давайте-ка мы сдадим в частности витамин Д, и мы обнаруживаем тяжелейший дефицит. А есть такая особенность, я когда ее уже узнала подробно, она меня, конечно, восхитила. Оказывается, при дефиците витамина Д, клеточный иммунитет, Т-хелперы, те клетки, которые должны все патогенные агенты, вирусы, бактерии, там, грибы, все, что попало в организм, захватывать и убивать, они без достаточного количества витамина Д в работу не включаются. Они просто не работают, они есть, и даже если мы сдаем иммунограмму, они есть, но они спят, они не хотят работать. Как только уровень витамина Д поднимается, они в работу включаются. То есть не было команды ФАС, и вот эту команду ФАС дает достаточный уровень витамина Д. И это для меня, на самом деле, это действительно открытие, потому что бывали случаи, когда, непонятно, уже подняли иммунитет, уже по анализу крови все хорошо, вроде как все пьем, а все равно ни одно так другое, ни другое так треть. И следующее, пролечить тяжелые внутриклеточные вирусные заболевания без восстановления уровня витамина Д невозможно. И поэтому говорят, что цитомигаловирус не лечится, то не лечится, все не лечится. Говорят, что не лечится, если не поднимать витамин Д, оно не лечится. И поэтому пьют синтетические, противовирусные. Иногда приходят, рассказывают, для меня это тяжело слушать. Говорят, вот я цикловир пропила 3 месяца. Я говорю, печень не отвалилась, но я говорю, держу. Но это ужасно на самом деле. Был эффект? Нет. Почему? Во-первых, про синтетические, противовирусные, это отдельная история, конечно, нет. Но даже нашу программу назначить и получить хороший результат можно, если витамина Д будет достаточно. Поэтому это правда подсказка и для любого врача, и для самого человека. Почему так? Поэтому вот это нужно обязательно знать. Т-хелперы без достаточного уровня витамина Д находятся в спящем режиме. Вот просто запишите и все. То есть иммунная система, она спит. Она есть, она рабочая, она активная, но она спит. И следующее, достаточная доза витамина Д способствует продукции собственного интерферона. Надо нам сейчас 8-й будет. Крайнина, конечно, потому что вирусы будут, вот, а мы болеть не должны. И тут сразу проверка, которую все абсолютно знают. Как многие говорят, я съездила на море, и какое-то время я не болею. Почему? Потому что витамина Д достаточно. А витамин Д, я говорила, еще раз повторяю, что у нас хорошо, он способен кумулироваться. Он способен кумулироваться. То есть какое-то время после того, как человек побыл на солнышке, да, он в порядке. Мы просто не все осознавали, а что ж там такого. Не обязательно на море. Кто-то на Десну ездил, мы там в детстве ездили. Приедешь, ох, хорошо. Кто-то просто на речку. Кто-то там в селе у бабушки на пруд ходил. Тоже хорошо. Все было хорошо. Почему? Потому что витамин Д был в порядке. Поэтому вот первый пункт – это иммунная система. Следующее, тоже очень важное такое заключение, о котором многие не задумываются. Крайне низкий уровень, или не крайний, а просто низкий уровень витамина Д приводит к депрессии. Есть данные официальные, по-моему, 2014 года, о том, что резкое снижение витамина Д провоцирует сезонные аффективные расстройства. Это то, что я уже из медицинской литературы специфической достала. То есть приятно, что хоть что-то об этом сказали. Но сказано так, что обычный человек ничего не поймет. А если сказать по-простому, я когда-то изучала такой вопрос. Он был мне очень непонятен до определенного момента. Самый высокий уровень самоубийств, как вы думаете, где у нас фамилия? Япония, Питер, Север, Япония. И Северная Европа. Казалось бы, боже мой, как? За соцпакет, пожалуйста, защищенность, все хорошо, размеренный образ жизни. Что там плохо, собственно? Самый высокий уровень. То есть Дания, Норвегия, Швеция, Питер. Ну, Питер еще у нас как-то понять может. У нас там, ну, может, не у всех жизнь хорошая. Ну, там-то. Вот, Япония тоже. Потому что там, вот. И когда стали выяснять, это все выяснилось, что это все на фоне очень низкого уровня витамина D. Как только этот уровень повышается, эти симптомы уходят. Это мы тоже уже проверяли многократно. Расскажу сейчас, как девочки рассказывают. Мне даже приятно слушать. Каждый раз я говорю, ну, что за месяц поменялось? Вот они рассказывают. Вот. Но самое главное, что, вот, когда я узнала о том, что действительно низкий уровень витамина D и депрессия, это прямая корреляция. Думаю, ну, почему же об этом не кричат-то все? А вы представляете, сколько антидепрессантов продается у нас в больнице? Это ж кошмар какой. Психиатр из работы остался. Конечно, конечно. Человек, который, ну, все мы уже это где-то как-то слышали, видели. Человек, который подсел на антидепрессанты, как правило, это на долг. А если это Америка, если это Северная Европа, частенько это на всю жизнь. Зачем им корректировать уровень витамина? Не нужно. И тут я сразу вспоминаю, когда мы ездили в Шри-Ланку, страна ж бедная. Вот. Боже, ну, какие там люди счастливые? Ну, хорошо. Вот сел себе под кучей с мусором, сидит, улыбается. Ни на что он вообще. Ну, хорошо, если у меня сегодня там упал банан или кокос, ну, съел. Ну, не упал, ну, ладно, залезу. Не залезу, так посижу. Вот. То есть, говорить, что там у кого-то депрессия, там все что угодно может быть, но депрессии там нет. И мы тогда еще как-то так думаем, ну, как же так? Мы тут вот это вот страдаем, что у нас квартира там не такого уровня, или там босоножки небрендовые, или я не знаю, там еще что можно придумать. А люди сидят себе, и они реально счастливы. Когда к ним там что-то, они говорят, ну, чего вы ругаетесь, Боже, сядьте, посидите, на солнышко посмотрите. И тогда я не понимала, в чем дело. Потом стало понятно, действительно, у людей уровень витамина Д в норме, они могут относиться философски к своим проблемам. То есть, что надо, решим, что надо, и так пройдем. Мы, к сожалению, этого не можем. Мы что, у нас как все? У нас все плохо. У нас все не так. У нас правительство не то, у нас жизнь не та, у нас дороги не те. Вы посмотрели, какие там дороги? Их просто нет. Их просто нет. А зачем можно же так пройти? То есть, это было то же самое в Таиланде, вот, то же самое во Вьетнаме. Они такие, думаешь, Боже, да как так? Мы тут страдаем, а они, ну, такой пофигизм здоровый. Вот. Потом стало понятно. Вот. Но, когда это все, я уже как бы разобрала, все приходят ко мне девочки с жалобами. Боже мой, все плохо, мне бы речь лежать и никуда не идти, не двигаться. Мир серый. Идти некуда. Жизнь ужасная. Вот. И вообще, муж, то вообще, пошел бы он куда-нибудь подальше. А он такой же. У него тоже витамин Д низкий. Он на нее. Ну, вот. Потом начинаем мы принимать витамин Д. А, сплю я плохо, уснуть не могу, проснуться тоже не могу. И все такое. Проходит месяц. Она приходит. Говорит, я не понимаю, что вы мне дали. Вы мне же не давали ничего успокоительного. Я говорю, ничего не давала. Как-то так все хорошо, я сплю. Во-первых, я сплю. А во-вторых, меня перестало все раздражать. Мне даже там сотрудники говорят, что ты какая-то не такая, как обычно. А мне все равно. Сделала работу, поулыбалась, пошла. Я говорю, о, говорю, а мир какой. Ой, говорит, вот цветной, вот как будто стеклышко протерли, запыленное. И вот он становится цветным. Я говорю, о, вот давайте теперь продолжать. Поэтому действительно, когда витамина Д достаточно, мир становится цветным. Вот так как мы в детстве на море ездили. Почему нам так нравилось? Мы вот туда вырывались. Ну что такого на море было? Ну, собственно. И там сразу повышался уровень витамина Д, и все было здорово. И яблоки классные, и персики, и море, и домик этот фанерный. Все на свете. Да, все было хорошо. Вот. Так вот, вот это все хорошо, это вот витамин Д. Поэтому действительно, если начинается особенно сезонная депрессия, а почему она начинается? Ну, уже ж мы понимаем, мало того, что мы и так мало на воздухе бываем, у нас световой день уменьшается, мы вообще там не бываем. И становится все плохо-плохо. Вот, поэтому многие, кто может себе это позволить, они едут за витамином Д куда? В Таилан. В южные страны, да. Кто в Таилан, кто куда? Хорошее дело. Вот, но не всем может быть возможно это. Много есть ограничений и так далее. Но, пока мы не едем в Таиланд, или когда мы оттуда приехали, вот, мы принимаем витамин Д. Кстати, вот приходила ко мне сейчас на прием девочка, которая первая за год, наверное, которая мне принесла 52 витамин Д. Ух ты! Первичная. Я говорю, что это такое? Ну, я вот это вот раз в полгода, значит, на Мальдивах две недели, и раз в полгода в Таиланде две недели. Это она приехала там из Таиланда, по-моему. О, говорю, вот прямо классика жанра. Потому что, как сказали датские диетологи, витамин Д в норме у тех, кто живет в южных широтах, или тот, кто принимает бадость витамином Д. Вот, вот, там действительно так и есть. Хотя она там сильно за едой-то не заморачивалась, но ела что-то, не ела все. Вот, поэтому то, что касается нашего действительно самочувствия, ну, лучший антидепрессант витамин Д, это правда. Человек начинает улыбаться, значит, и все рядом становится лучше. И это уже здорово. Следующее, остыния, слабость. Вот, это симптом, с которым приходят очень многие. То есть, не хочется, вот, может, даже и не жалуются на депрессию какую-то, но вот слабость моей мышцы, они не могут выполнить ту работу, которую я раньше выполняла. Я не могу там пройти столько, сколько я раньше проходила. Говорят, что там с сердцем у меня, наверное, что-то не так. Проверяют сердце, с сердцем все хорошо. Проверили щитовидку, со щитовидкой все хорошо. Это дефицит витамина Д, потому что, мало того, помимо всего прочего, дефицит витамина Д мешает преобразованию пищи в энергию. То есть, куда это потом в итоге пища идет? В депо. И вот на ровном месте начинают поправляться. И поэтому я и говорю, витамин Д даешь, и плюс ко всему еще и объемы уходят. Потому что то, что мы едим, оно может доперевариться и уйти в энергию. Будет энергия, будет нормальный вес и будут силы. При этом жалобы такие, как нарушение концентрации внимания, снижение умственной активности, нарушение запоминания. Многие, кто нашел у себя, у своих близких подобные жалобы, они начинают принимать сосудотоники. Например, там ГОТУ, КОЛО, ГИНКО, БЕЛОПА. Все прекрасно. Но я говорю, да ничего, оно не работает. Потому и не работает, что вопрос не совсем в этом, вопрос витамини Д. Кто начинает принимать омегу, ситуация может чуть-чуть улучшиться. Но на нашей омеге вот эти тяжелые дефициты никак. Так, следующее, это уже костно-суставная система. Костно-суставная система. Ой-ой-ой, у нас мало времени. Буду быстрее тогда. Первое, это остеопороз и остеомаляция. Остеопороз, это разрежение костной ткани. То есть она становится как губка, не плотная, а рыхлая, склонная к переломам. В самых необычных местах. И остеомаляция, это размягчение костной ткани. Об этом скажу отдельно. Пришел как-то ко мне мальчик, 30-летний, первичный. Это был мой ужас. Ну, где-то полгода назад привели его. Он говорит, я не могу сидеть, у меня так болит поясница, что я должен лечь, лежать. Зубы у меня 30 лет. Выпадают, я их просто вынимаю. Белый, бледный, страшный мальчик, очень известный модельер. Жил в Дубае полгода. Я грешным делом подумала, ничего ли он не принимает. Ну, потому что этого ужаса я не видела. Я думаю, да боже, что же я с ним делать буду. Его привели и сказали, вот, собирайтесь. А он говорит, мне надо что-то делать, у меня там новая коллекция, а я не могу даже 20 минут посидеть. Я должен или полулечь, или полулечь, или полулечь. Что было везде, делали какие-то операции на позвоночнике, убирали какие-то нервные окончания, чтобы не болело. Ну, в общем, всякие глупости. Мы когда сдали витамин D, был 6. Это в Дубае. В Дубае, модельер. А я говорю, а скажите мне, пожалуйста, а вы там солнышко видите? Он говорит, ну нет, конечно, днем же там жарко, а ночью его нет. А ночью душно. И он поэтому целый день, у него там мастерская, там шоу-рум, все такое, он работал. Вот, я говорю, вы когда выходили на улицу? Он говорит, честно, не помню. Ну, не знаю, может, магазин куда-то выехал, и все. То есть он полгода в Дубае солнца не видел. Питался он, к сожалению, в Дубае продукты очень плохие, натуральных нету вообще. Ну, и до этого, в общем, человек жил на свою мечту все время. Вот, и он ел, как ел, как получалось. И вот до такой жизни он дошел. Вот. Подняли моему витамин до 45 за полгода. Вот, то есть он уже прям красавец-угурец, уехал в Китай. И он говорит, я еду за мечтой. Я говорю, а как, позвоночник, все, он уже едет, все, он уже все может делать. Уже с зубами все хорошо, уже совсем все хорошо, у него силы есть, все. То есть это был вот самый страшный мой такой случай, потому что я долго не понимала, как, что, что случилось с человеком. А это тяжелейший дефицит витамина, да, вот и все. Вот, и, кстати, их весь офис, мы их тоже всех проверили, все чуть лучше были. То есть они все были откорректированы. Ну, это к тому, что насколько наши трудоголики могут себя довести вот таким вот неправильным отношением к себе. Боли в костях и мышцах, в суставах. Вот эти все. Вот когда человек говорит, у меня начинают вот так вот просто мышцы болят, я не знаю, что с этим делать. Это может быть связано с дефицитом магния, особенно если и судороги есть. Но мы помним, витамин D способствует усвоению магния. Поэтому если у нас низкий уровень витамина D, мы даем магний, а судороги продолжаются и нету результата. Поэтому вот такие непонятные боли. Первое это витамин D. Повреждение мышц на тренировках. Многие жалуются, где-то потянуло надрыв мышц, разрыв сухожилия. Всякие вот такие непонятные, необъяснимые травмы, которые не должны были бы происходить из-за той нагрузки, которая была. Это дефицит витамина D. Выпадение волос. У нас трихологи там чего-то там делают. Мезотерапию головы, что попало, все что угодно. Результат так себе. Если будет поднят до нормы витамин D, тогда можно делать местные процедуры. Если нет, не тратьте денег. Особенно гнездовая аллопеция, вот когда вот начинают клочками вырываться, выпадать волосы, на фоне стресса часто это бывает. Смотрите витамин D. Смотрите витамин D. Кожа. Быстрое старение кожи. Дряблость кожи. Нарушение тургора кожи. И шелушение кожи. Шелушение кожи. Отдельно скажу о таком симптоме, как потливость. У детей, если мы педиатры, либо мамочки молодые, кто читали о рахите, знают, что повышенная потливость головки у ребенка, это где-то надо уже подумать, нет ли риска рахит. Так вот у взрослых людей очень часто жалуются на то, что вот женщины жалуются на, сейчас у меня такая пошла прям когорта жалоб, на своих партнеров. Мужчин говорят, вот он спит, у него голова жирнеет и потеет так, что и запах такой, и не знают, что с ним делать, но убьют его. Ну они же оба с дефицитом витамина D, поэтому нервная система не особо. Но вот этот симптом, голова жирнеет и очень волосистая часть головы потеет, особенно во время сна, это дефицит витамина D. Потому что опять же, что делают? Покупают новый шампунь, идут к трихологу, идут еще что-то делают. Надо восстановить витамин D и достаточно будет обычного своего шампуня. Артериальное давление, вот важный пункт, витамин D инактивирует пептид, то есть дырковую частицу, которая удерживает избыточно воду и натрий в организме. То есть вот этот пептид и витамин D, они должны быть в балансе. Если витамина D нету, вот этот пептид удерживает воду и натрий, это приводит к отекам, и это приводит к стабильному повышению артериального давления. Поэтому огромное количество, вот этих данных еще пока нет, я думаю, их надо собрать, они будут. Нету пока данных о проценте гипертоников с дефицитом витамина D. Я думаю, что практически все, огромный процент. Ну, пока просто не нашла данных, ну какая разница, это понятно, что так. Поэтому иногда наши препараты, вот, например, даем мы магний, опять же, что лучше может профилактировать и лечить гипертоническую болезнь? Магний. Лучше ничего не придумаешь. Мы даем магний, а результата нет. Почему? Потому что он не усваивается из-за дефицита витамина D. Раз, во-вторых, из-за дефицита витамина D у нас возникают киневые отеки. Так, про дистепсию я говорила, оживление я говорила, нарушение сна, то есть частая жалоба, нарушение формулы сна и нарушение циркадных ритмов. Человек говорит, я не могу уснуть ночью, я сплю днем, даем пятерку, а пятерка не работает. Потому что при дефиците витамина D серотонин не образуется. Поэтому при тяжелом дефиците витамина D пятерка работать будет не особо. Нарушение сердечного ритма и сердечные боли. Тут сложный достаточно патогенез, но вы должны просто знать, огромное количество аритмий может просто уйти как таковые, если мы проверим и поднимем уровень витамина D до нормы. Я когда лекцию эту готовила, я поняла, что все это витамин D. И когда я проверяю на приемах своих, и я понимаю, что да, так оно есть, потому что если приходит, например, с дефицитом витамина D и жалобами, это ладно. Но когда мы даем витамин D, и человек приходит потом без жалоб, я понимаю, что так оно и есть. Так оно и есть, да. Тогда программа, которую мы даем стандартно, она просто начинает работать. И очень важно, дефицит витамина D нарушает функцию всего эндокринного кольца. Вот, я уже, просто половина восьмого, я не знаю, сколько я могу еще говорить, что говорить-то я могу, но... Вот, нарушает функцию всего эндокринного кольца. То есть, функция щитовидной железы, функция поджелудочной железы, мы про нее немножко говорили, что нормальный уровень витамина D способствует нормальному уровню инсулина. Функция надпочечника, это все напрямую связано с уровнем витамина D. С уровнем витамина D. И крайне важно, что на фоне дефицита витамина D не продуцируются половые стероиды, то есть, половые гормоны на фоне дефицита витамина D вырабатываются в недостаточном количестве. И есть данные, что 69% бесплодий в паре идет на фоне тяжелого дефицита витамина D. Потому что есть там другие анатомические причины, но все остальные причины, они, как правило, идут на фоне дефицита витамина D. Поэтому все, я думаю, в своем окружении видели случаи, когда пара съездила на море и привезла оттуда беременность. Что ж такое? Почему? Вот, и именно на море. Потому что витамин D у двоих поднялся, вот, и, слава Богу, все получил. Я у себя, вот опять же, в практике проверяю у всех пар, которые обращаются для планирования, и мы видим во многих случаях, если не получается, тяжелый дефицит витамина D. Вот, то есть подробно я уже рассказывать о гинекологических делах, связанных с дефицитом витамина D не стану, потому что это еще часа на два. Расскажу, что и как нам нужно принимать в плане витамина D. Я расскажу, какая дозировка должна быть в единицах, вот, обязательно, при каком дефиците и как длительно. Итак, дозировка 5000 единиц пьется при витамине D до 25 нанограмм на миллилитр. От нуля, вот, если бы сдали анализы, получили там, от 1 нанограмма на миллилитр до 25 нанограмм на миллилитр. Мы пьем 5000 единиц. Если у нас в день, что у нас придет, в какой дозировке у нас он придет, посмотрим, то есть либо будет там 1000, либо по 2, либо там еще как-то. Утром, вечером. Лучше принимать в то время, после которого вы потенциально выходите на солнце, то есть утром. То есть утром. Если у нас уровень витамина D от 25 до 35, мы принимаем 2000 единиц. От 35 до 45 можно принимать 1000. Но это все очень, очень условно. И приблизительно при вот таком приеме, если у нас достаточно тяжелый дефицит, когда мы принимаем 5000 единиц в день, на 10 единиц в месяц у нас увеличивается уровень. То есть мы не можем, если у нас было 15, например, мы не можем получить 50 за месяц. Не будет такого. Если было 15, через месяц будет 25. Ну дай Бог, чтобы было больше. Потом будет 35, потом будет 45. Вот где-то так. Если у нас дефицит, не дефицит, а недостаточность только, то мы можем поправить это дело быстрее. Вот. Обязательно для того, чтобы витамин D усваивался максимально, мы должны дать полиненасыщенные жирные кислоты, естественно, чтобы этот жирорастворимый витамин попал в нужную среду. Поэтому я всегда назначаю с омегой 3. То есть омега 3 по стандартной дозе, по 1-2 раза во время еды, на весь период приема витамина D. Но омега это препарат, который мы можем пить всегда, поэтому это базовый. И дальше мы уже добавляем те препараты, которые нам нужны для коррекции каких-то состояний. То есть если мы повышаем витамин D, даем омегу, а дальше кальций какой-то, который нам нужен. Например, кальций магний хилат, или остеок плюс, или бонси, или коралловые кальции. Магний. Магний я вообще люблю дать сразу с омегой, с витамином D и магний. Вот. По магнию вообще отдельная лекция должна была бы быть, в принципе, потому что о нем говорить можно много. Препарат тоже очень благодарный, все его, я думаю, очень любят, потому что иногда, назначив магний, мы решаем все проблемы. Как долго его пить? Магний. Всю жизнь. Всю жизнь. Всю тоже дефицит тотальный. Просто боюсь зацепиться на тему магния. Если будет интересно, как-нибудь прочитаю лекцию по магнию. Сколько магний в день надо поменять? В принципе, по 2-2 раза во время еды наш магний, это вполне. Если нету других каких-то... Если давление держится, то больше? Можно больше, если не будет расстройства. Он же расслабляет. Он же расслабляет стул, тут нюансы, да, тут просто по магнию надо говорить отдельно. И вот что я хотела обязательно сказать, гепатопротекторы и нефропротекторы. То есть мы помним, что если мы даем витамин D, мы хотим, чтобы он действительно хорошо работал. Первое, мы почистили кишечник, и мы знаем, что кишечник воспримет этот витамин D. Второе, мы поддерживаем печень, то есть что-то из наших печеночных препаратов. Левгард, Милк Тисел, Бердок, программа Левгард, Милк Тисел, Бердок, либо что-то одно, параллельно лицетин. Это должно быть обязательно. И нефропротектор, то есть препараты, которые поддерживают функцию почек. В этом плане я очень люблю маринду. Маринду, да. Это специфический нефропротектор, плюс он еще убирает ураты из мочевых путей. В нашей жизни это очень важно, потому что мы себе позволяем у шоколада много, и кофе, и копченостей, и так далее. Особенно для таких людей. Это перец, чеснок, петрушка. Люблю его очень. Он аксалаты гонит прекрасно. Вот, убирает тканевые отеки. Вот, и укрепляет эндотели, то есть внутреннюю выстилку и почечных лоханок, и мочеточников, и мочевого пузыря, и уретты. И стандартный наш юраль. Вот, то есть было бы очень неплохо, например, программка витамин D, омега, магний, бердок и перец, чеснок, петрушка. И вирусы бы не взяли, вот, и сосуды были бы поддержаны, с витамином D все хорошо, и печень в порядке, и кожа в порядке. Еще раз повторяю. Витамин D, омега, магний, бердок и перец, чеснок, петрушка. Ну, это как вариант. Можно вместо перец, чеснок, петрушка, маринга, например. Вместо бердок, оливгарб, если есть тяжелая дискинезия, которую надо бы подкорректировать. А витамин D, омега и магний, как по мне, так это просто база, которая должна быть, и будет все хорошо. То есть, да, есть у нас в НСП препараты или комплексы, которые даешь, и всегда хорошо. Так вот эта тройка как раз такая и есть. Благодарю за внимание.